Всем привет! 25 мая вы на канале про деньги и рынки. Меня зовут Максим Журавлев. В этом обзоре давайте посмотрим на биржевые индексы, обсудим этот рост, который мы наблюдали по итогам вчерашних торгов, поговорим по поводу роста цены на нефть и также поговорим по поводу того, что с 1 июля в России станет меньше валюты. Давайте перейдем в режим монитора и продолжим. Итак, давайте посмотрим, что у нас произошло за минувшую торговую сессию. Индекс S&P 500 у нас подрос практически на процент, закрылся на уровне 4197 пунктов. Но давайте глянем целом карту американского фондового рынка. Видим, что все в зеленом свете, в основном, конечно же. Единственное, у нас немного здравоохранения чуть-чуть скорректировалось незначительно, но тем не менее неплохо себя чувствует технологический сектор, коммуникации, банковский сектор. Но в целом, да, то есть такое вот разнонаправленное движение, но в общем и целом оптимизм ощущается. Если глянем в целом весь мир, то есть все мировые индексы, то, конечно же, здесь такой, знаете, зеленый цвет, конечно, тоже преобладает, но, конечно, существуют еще и некоторые такие сомнительные движения, то есть плюс-минус, около нуля. Например, Алибаба Китай, да, то есть в основном растет, но крупнейшие компании, которые представляют индекс крупнейших бирж, все-таки находятся в умеренном таком минусе. В общем и целом, этот оптимизм, конечно, он связан с ростом экономики. Все-таки многие эксперты ожидают, что по итогам текущего года постепенно, наверное, экономика будет расти, я имею в виду в мировом масштабе, восстанавливаться после падения, которое мы сами наблюдали по итогам 2020 года. Но это все, в общем-то, известно нам. Давайте глянем нефть. Нефть у нас тоже достаточно неплохо вчера по итогам торгов выросла. Нефть марки Brent находится на отметке около 68,5 долларов за баррель, но понятно, что WTI тоже повторяет динамику и практически опять приближается к своим локальным максимумам, которые мы имеем, около отметки в 66 долларов за баррель, а Brent около 70 долларов за баррель. Понятно дело, что такими темпами мы и дальше будем видеть восходящее движение, но теперь главное понять причину, а что побудило трейдеров покупать нефть. Ну, смотрите, начнем с того, что у нас вот эти последние коррекции, которые мы наблюдали, они были связаны с новостями по поводу иранской нефти. Мы много раз эту тему поднимали и рынок нефти, ну, по сути дела, испугался того, что вроде бы ситуация с пандемией пока еще до конца не решена. Вот в Индии, например, продолжается эта тема, в общем-то, развиваться пока в негативном ключе. Но и, соответственно, были опасения по поводу спроса на нефть. И тогда, когда Иран вроде бы начал договариваться с США по поводу ядерной сделки, и рынок уже ожидал, что иранская нефть пойдет, собственно говоря, на рынок. Но вот появилась такая новость о том, что спикер парламента Ирана заявила вот буквально в воскресенье, эта новость вот сейчас вот она опубликована, что вот эта вот так называемая возможность представителей ООН контролировать и мониторить ситуацию на иранских ядерных объектах, так вот, эта возможность, она заканчивается буквально вот уже скоро. Эта возможность была на протяжении трех месяцев, и, тем не менее, пока что нету какого-то решения, да, нет решения по поводу этой сделки. Соответственно, запрет опять посещать международным представителям ядерные объекты Ирана, так вот, этот запрет, конечно же, может негативным образом отразиться на результатах переговоров. И, то есть, получается, что рынок всю эту историю начал оценивать как некоторый, возможно, даже срыв или оттягивание по времени до заключения очередной раз иранской ядерной сделки. То есть, получается, что вот этот вот риск о том, что в любой момент Иран вольет свои баррели нефти, то есть увеличит количество нефти на мировом рынке нефти, так вот этот риск сейчас немножко снизился. Естественно, на этом фоне трейдеры начали позитивно все это оценивать. И более того, рынок, конечно, не забывает о том, что ОПЕК и ОПЕК+, вот это соглашение, они ведь тоже постоянно мониторят текущую ситуацию. И, как ранее заявлял ОПЕК+, представители этого соглашения, стран, которые входят в это соглашение, заявили, что, в принципе, они способны переработать или поглотить любые баррели нефти, то есть, как бы возместить, да, вот эти лишние баррели таким образом, что, в целом, мировой рынок нефти не почувствует дополнительные вот эти вот иранские баррели. Поэтому, в целом, пока все сохраняется в том же ключе, и вот, например, Goldman Sachs и вовсе продолжает настаивать на том, что до конца текущего года стоимость нефти марки Brent будет варьироваться, ну, находиться около отметки 80 долларов за баррель. Главная причина, опять-таки, это восстановление экономики, это потребление нефти, увеличение спроса, и, тем не менее, вот эта вакцинация, которая сейчас по всему миру идет, и она, конечно же, даст свой результат. Конечно, результата не стоит ждать буквально здесь и сейчас. Этот результат, конечно, имеет такой некоторый отложенный эффект, и, собственно, на это и делают ставку трейдеры и все представители нефтяного рынка. Друзья, давайте посмотрим валютную пару доллар-рубль, и перейдем к теме нашего обзора по поводу того, почему валюты в России может стать меньше с 1 июля 2021 года, то есть буквально вот этим летом. Значит, по итогам вчерашних торгов у нас российская валюта показала такое вот движение, небольшую горку, да, в общем-то, о чем мы сами и говорили буквально во вчерашнем обзоре. Была причина такого небольшого эмоционального всплеска, по всем известным причинам, которые произошли буквально за последние сутки. Я имею в виду вот эта геополитическая ситуация с Белоруссией, да, то есть там эту тему сейчас не будем поднимать, мы уже знаем, что там произошло, вот это движение, и тем не менее мы с вами увидели обратный ход, поэтому вот этот вот торговый канал, который мы с вами имеем, нисходящий, он показывает свою силу, и, конечно же, в данном случае мы можем с вами предполагать, что вот это уровень 73,5, вероятно, всего будет пробиваться и уйдет вниз. И что еще интересно, открываем статистику московской биржи по итогам вчерашних торгов, я обращаю ваше внимание, что было достаточно огромное количество контрактов именно в сторону укрепления российской валюты, то есть увеличили короткие сделки, короткие продажи именно юрлица, но понятно, что физические лица наоборот закрыли, это, в общем-то, типичная ситуация, как история показывает, обычные юридические лица всегда имеют больше информации, они владеют какой-то инсайдерской информацией, и понятное дело, что они всегда с интересом относятся к тому, когда, например, набирают позиции физики, и для того, чтобы выбить физиков из рынка, естественно, они всегда работают в противовес, то есть, короче говоря, деньги переходят с одного кармана в другой. Я думаю, что вот эту статистику, вот эту ситуацию нам тоже стоит принять во внимание и посмотреть, как дальше развиваться ситуация будет, но в целом, вот это вот, да, похоже на какой-то трендовый набор. Так, теперь, в общем-то, к вопросу по поводу валюты. Дело в том, что в Государственную Думу внесли законопроект об отмене репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров. Суть заключается в том, что с 1 июля 2021 года, возможно, будет некоторое послабление в части возврата валютной выручки к себе на родину. Еще проще, вот экспортеры, которые работают в не сырьевом секторе, и те, кто продают свой товар на внешние рынки, согласно действующим правилам, они обязаны эту выручку валютную, имеется в виду, возвращать к себе на родину, возвращать ее в банке уполномоченной, и только там держать эту выручку. Ну и понятное дело, что таким образом они способны пополнять валютные депозиты банков. Ну, грубо говоря, то есть пассивную базу. Так вот, с 1 июля есть вероятность, что вот этот закон или вот эти требования будут снижены. И получается, что вот этим вот экспортерам, компаниям, которые реализуют свой товар и экспортируют, и получают валютную выручку, они теперь могут эту выручку держать там, за рубежом, не в России, а непосредственно там, где они заключали контракты на продажу или куплю-продажу, да, то есть вот эти все торговые контракты. Таким образом, вся та валютная выручка, которая получается в результате экспорта товаров, услуг может быть, да, то есть все, что сходит в не сырьевой сектор, она остается за бугром, за границей. И получается, что тот объем валютной выручки, то есть тот объем валюты, который, по идее, вот сейчас в том числе включает в себя и выручку вот таких вот экспортеров, вероятно, всего с лета ее станет меньше. И вот здесь, конечно, интересная ситуация получается. С одной стороны, это вроде бы как преподносится как некоторое благо для экспортеров, снижение контроля в части валютного контроля, да, то есть я имею в виду послабление в этом отношении. А с другой стороны, напрашивается вопрос, а вот какой смысл, да, то есть что, как может это использовать, можно это использовать с точки зрения недобросовестной практики. То есть можно ли таким вот образом выводить валюту из страны, можно ли таким образом прятать валюту, допустим, да, от каких-то других, может быть, надзорных органов. То есть достаточно интересная тема. Что вы по этому поводу думаете, пожалуйста, напишите. То есть получается, что валютную выручку сейчас можно хранить за рубежом не в России. Но не сейчас, а имеется в виду, предполагается, что эта возможность появится вот в ближайшее время. В результате мы делаем вывод, что валютная экспортная выручка в целом в России будет снижаться, объем ее будет снижаться. И таким образом теоретические и практические банки могут выйти, сказать, для пополнения своей валютной пассивной базы, наоборот, ее для покупок. Но это пока что понятно только лишь теоретические представления. Но эта тема стоит того, чтобы нам ей интересоваться. Друзья, на утро пока все. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео. Пока.